но вот теперь помимо всего прочего надо вот эту резинку будет сначала вставить сюда тут камешки попадаются весь этот мусор убрать поставим резинку а потом в резинку уже колбу подсунем и у нас он клапан его надо будет достать вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДИНАМИ 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 Коротко ДИНАМИ 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 Зарreat Витами работает выровнялось здесь все сухо ничего не визжит радует ну что сейчас поработает прогреется послушаем посмотрим а потом в этот залезем под капотом в клапан игр регулятор управление игр сейчас автомобиль запускается нормально продемонстрирую вот он находится клапан игр я так предполагаю что это он так свечевый все равно отсвечивает вот он клапан игр и вот от него идут звуки неприятные такие от газонёшных при сбрасывании оборотов идет звук сейчас попробую завести автомобиль но сейчас когда он завелся все равно звук гудящий такой был это вот он ну а теперь мне нужно его снять разобрать и посмотреть возможно его почистить еще смотрел здесь внутри вроде бы как шестерня привода и у нее съедается зуб пластиковый ее берут поворачивают на 90 градусов и она работает дальше нормально чтоб не покупать новый поэтому беру снимаю откручиваю пробку расширительного бачка давление сбросил приготовлю болты чтобы заглушить вот эти шланги на охлаждение два болта взял десятки сдергиваю шланги 2 грамма потерял не снимаю разъем это у нас останется откручиваю трубки с двух сторон здесь торг 130 возьму там по моему шестигранники но торг со мне здесь тоже удобно пыльный экран под закис идет тяжко болты почищу смажу хотя мазать не буду просто почищу здесь мазать не надо просто под закис так и второй тоже Здесь надо гибкий возьмем. Ну и точно так же со второй стороны. Там не знаю прокладки стоят не стоят, по идее должны быть. Отодвину посмотрю. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Потом корпус клапана прикручен к головке. Шланг мешает. Держу его. Смотрите продолжение в следующей серии. Поставил зеркало и вот сзади подлажу. С этой стороны открутил болт. Здесь получается сплайн М8 и еще один болт. С этой стороны тоже сплайн М8. И так же головка на 18 посередине болт. Я его тоже ослабил, но пока болт под сплайн не ослабил. У меня еще ничего не шевелится. К этому болту ко второму подлезть менее удобно. Здесь получается идет провод на датчик кислорода. Его нужно снять. В сторону отвести, чтобы подобраться к болту. Подбираюсь. Вот такой вот здоровый болт на 18. Зачем он такой здоровый нужен? Три крепления я открутил. В принципе у меня датчик свободен. Так. Прокладка здесь с загнутыми ушками. Поэтому нормально. Она остается на трубке. Остается на трубке. Волеклапан пошел. Проводку, проводку, проводку. В сторону отвести. В сторону отвести. Эту в сторону отвести. Вот он клапан. Вот три крепления, про которые я говорил. Вот клапан. Сейчас разберу его, посмотрю. Начал откручивать винты Torx T20. Шесть штук. Прокладки на трубках стоят обжатые. Поэтому падать они не падают. И устанавливать потом будет удобно. Вскрою. Сейчас посмотрю, что там внутри. Еще не приходилось такого делать. Думаю, возможность помыть, почистить должна быть. Вот. Совершенно верно. Зуб нашествий не съеденный. Вот он. Вот если я ее кручу, видно. Сейчас переставим шестерню и все будет работать у нас. Так. Это у нас сюда смотрит срезом. Шайба снизу, шайба сверху установим. Съеденный зуб. Его просто здесь нету. Поставим вот таким образом. В обратную сторону и все будет работать. Он у нас, получается, работает в эту сторону. Да. Заслонка у нас открывается. Я думал, втулка гудит. А это гудит не втулка. Это гудит шестерня. Это электромотор. На него контакты. Электромотор я трогать не буду. А вот заслонку немножко сейчас помою, почищу. И соберу. А шестерня эта еще поработает. Чищу. Все. Помыл клапанок. Ставлю шестерню. Крутится она у нас в эту сторону, поэтому я ее ставлю вот сюда вот так. Перед этим шайбочку ложу вниз. и смотрю. Так, надо еще. Вот так вот. Вот сюда, в эту сторону сделал срезанные зуби. При вращении даже полное открытие, вот оно до упора, срезанные зуби не достают. Вожу эту шайбочку и закрываю крышку. Все, иду, установлю. Прокладки, вот они, усики обжаты, вот они, усики обжаты, стоят на месте неподвижно. Протираю их и устанавливаю клапан на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наживлю сначала фланцы, потом уже удобнее будет, ничего не подгибал, наживлять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ставлю на место, заложим провод Датчик кислорода, который идет Все, надел Ставлю на место разъем И надеваю на место шланги Один Второй Подключил Все, подключил, зацепил, одел Сейчас заведем и погазуем Заглушен и послушаем этот звук Камеру с двигателя Сейчас уберу Запускаем Запускаем Глуши Глуши Все, никакого гула нету Ни при старте, ни при перегазовке Ни при том, как глушен До этого гул был И гул был сильный На этом все Сейчас сброшу ошибки Потому что я бак отключал Насос Когда снимал И заведем Посмотрим, как будет работать Еще компьютер не включил Еще компьютер не включил Только запускается Чек сам погас Но проверить Я сейчас все равно проверю Что происходит Какая там будет ошибка И будет ли она Сейчас программа запустится Так, запустилась программа Заглушил Включаю зажигание Кондер выключил Сейчас проверим Что он нам покажет Новая ошибка R1403 Система EGR Разность регулирования Постоянное значение И модуль управления Топливным насосом Прерывистый Это EGR То, что я его отключал А модуль Это то, что я отключал Насос Когда заводил автомобиль Сбрасываю их Запускаю автомобиль Поработает Сейчас у меня Немножко И опять Перепроверю На педаль Такая отзывчивая Стала Раньше Такого не было Так, ладно Она поработала И погазовал И все Чек не светится Сейчас проверю Есть ли наличие ошибок Ничего ли там Ничего там Не отобразилось Нового Кодов Кодов Нет Вот и все Все ошибки Были Убраны Надеюсь Что на На долгое время На этом все Сэкономили Очень много денег С одним только Топливным насосом Всего вам доброго Редактор субтитров